Слава Богу, никого просто не убило. Вот это мелочь. А вы вот зайдите-ка сюда. Вот посмотрите, это же безобразие. Я здесь стою, вот соседка стоит, и прямо на середину вот так упала. Потом она зашла, вышла уже, посуду помыла, я только зашла и раз, вот это всё, весь упало. Она туда бежит, я сюда. Тут вообще страшно, кажется, Марвита. Настоящий страх испытали накануне жители двухэтажного общежития. В момент обрушения на кухне находились две женщины. Они вовремя успели увернуться и чудом не пострадали. Как раз посуду мыло. Потом, значит, я только отошла, тут как начало рушиться дальше. Ещё немножко там вообще было. А здесь был такой грохот, как будто взорвалось. Подобное в этом общежитии происходит не в первый раз. Однако, несмотря на это, коммунальщики не считают это проблемой и советуют горожанам успокоиться и не паниковать. Жил, что сказал? А жил, туалет, они зашли, посмотрели, это, говорит, ерунда. Я говорю, как это ерунда, на голову же она уже упала. Как это ерунда, дети ходят, это, говорит, ерунда, это, говорит, терпимо. Этот двухэтажный дом построили пленные в 1943 году. С тех пор здесь ни разу не проводился капитальный ремонт, седуют жильцы. Два года назад коммунальщики поменяли лишь крышу. Сейчас ремонтировать старое здание уже не имеет смысла, говорят горожане. Пришло же, сказал, ничего страшного, сфотографировали, конечно, МЧС пришли. Ну, то есть у вас, наверное, 100% феткость, потому что, говорит, тут у вас одна дранка, говорит, на втором этаже виды уже полы, то есть там тоже стиральная машина стоит. Это, говорит, у вас долго не выдержит. То есть у нас помимо этого еще идет трещина с двух концов дома. То есть у нас идет со стороны туалета, с внешней стороны прям вот такой вот уже на рост идет. Когда-нибудь он точно уже лопнет у нас. И то есть стена вообще упадет. Несмотря на все проблемы, дом не признан аварийным или ветхим. Счета за комнатой площадью в 20 квадратных метров приходится платить как за полноценную двухкомнатную квартиру, куда обращаться жители не знают. Везде они получают лишь отказ. Отбращаюсь в прокуратуру. Вот управление Роспотребнадзора отвечает. Вот администрация города-района нам отвечает. Это у нас Казанская городская жилищная инспекция. Вот 10 писем. И все они приходили, смотрели. И отвечают, что все посмотрели. И вот эти все отписки, что у нас все хорошо, все в шоколаде. Сейчас жители готовят письмо в Москву президенту Владимиру Путину. Они надеются, что на их проблемы обратят внимание. Лиса Натыпова, Альберт Аминов, Новость Тарстана.